Все объекты класса Кетер Пошли на целый метр А какой сейчас длины Думаю, дорогой С приближением осени Всем нам хочется чего-нибудь страшненького И поэтому я принес вам Тебе скоро на учебу В конце 2000-х В этих ваших интернетах Произошел бум всяких жутковатостей Слендермены, вот этот хорян Куча всякой хрипипасты А потом еще вышло огромное количество хоррор-игр Которые играли все ютаберы Амнезия, тот же Слендермен Игра под названием Прости господи Серия Outlast Но потом большинство из этих трендов Начали отмирать Однако проект SCP до сих пор остается Он растет с каждым днем И до сих пор остается бастионом качества Если ты кликнул на это видео То ты знаешь, что такое SCP Это супер крипи пёрсон Нет, погоди Стоп кол полис SCP это секретная организация Которая сдерживает, сохраняет И защищает аномальные Часто очень опасные объекты по всему миру Всех твоих бывших тоже они, кстати, сдерживают Или же нет? Все началось в далеком 2008 году На сайте Fucham Где появился документ под названием SCP-173 В сексе содержалось описание жуткой скульптуры А также условия ее сдерживания С приложенным фото этой самой статуи Документ сообщает, что данный объект Неподвижен, если сохранять с ним зрительный контакт Однако, если же отвести взгляд Или просто моргнуть То эта статуя сломает тебе шею Поэтому в одном помещении с ней лучше не находиться Ну точно, как моя бывшая Технический стиль текста и недосказанности в нем Очень взбудоражили умы читателей А фото объектов взбудоражило их Позже появился сайт с описанием других SCP-объектков Каждый из которых содержался в учреждениях Секретной организации KFC В смысле SCP Люди приносят в жертву SCP целые YouTube-каналы Еженедельно на главном сайте появляются новые объекты Которых, между прочим, уже вот столько Хе-хе, найс Одно время я лишь иногда заходил на сайт SCP Чтобы почитать эти залипательные статьи Но потом наткнулся вот на эти прекрасные артбуки И вот именно они затянули меня во вселенную SCP Прям с головой И это просто охренеть как круто Визуал, конечно, очень решает Мне эти книги настолько понравились Что я купил их себе все три штуки В каждой из которых содержатся сотни иллюстраций SCP-объектов Описание самых интересных из них Рисунки внутреннего окружения фонда Оружие, основная информация о проекте Черновые зарисовки, а также Эти книжки действительно очень крутые А рисунки, так же как и сами статьи Сделаны разными авторами Что добавляет им еще больше разнообразия Вообще по вселенной SCP Foundation Я подобного ничего больше и не видел Свои артбуки я купил в местном комикс-шопе Но сейчас их уже можно приобрести онлайн И на Зоне, и на Wildberries Да и на самом сайте art.cp.com, кстати Короче, очень советую Все ссылки, если что, я оставил в описании Так почему же эта вселенная так выстрелила И до сих пор настолько популярна? Причина номер один Естественно, это качество И сразу смерть Каждый объект на сайте оценивается сообществом А часть из них выпиливается, если качество не очень Авторы этих статей Так же, как и всякие Слендермен И различные персонажи хоррор-игр SCP временами попадают в руки всяких детей Или что еще хуже, фанфикщиков Однако весь этот ужас находится лишь на таких грешных местах Как YouTube или TikTok И эту заразу еще хрен сдержишь SCP-732, зараза из фанфиков На данный момент не находится на сайте А нельзя, он не уязвим Меняет наши записи на бред из фанфиков Тусит с крутыми SCP-ами И как только люди не пытались Стиснуть сиреноголовое создание Тревора Хендерсона В среде SCP На официальном сайте подобной статьи Никогда не появлялась Может быть у создателя сайта просто аллергия на сирень Сиреноголовый или что-то типа того Причина номер два Манера повествования Безэмоциональный, сухой, как с экс-боссом стиль Заставляет верить в реальность происходящего Эта ловушка для мозга простая и гениальна Прям как одна бутылка пивасика по цене двух Проект SCP прекрасен своим разнообразием Общими усилиями сообщества людей Создало нечто уникальное И это Очень много текста Так и есть И несмотря на то, что все статьи придерживаются одного стиля Каждая из них ощущается по-разному Прям как шавуха из разных ларьков Например, такие популярные объекты, как лестница и чумной доктор Обисаны в классическом SCP стиле А иногда вся история рассказывается в дневнике пострадавшего от аномального объекта Как, например, SCP-3008 Абсолютно нормальная старая добрая Икея Войдя в нее, как в онлайн-казино Выход найти почти невозможно Внутри она в сотни раз больше, чем снаружи А еще кишит абсолютно нормальными консультантами Которые в темное время суток будут не против сожрать твой хлебальник Или же объект под названием Который невозможно Или же нельзя описывать словами Ну вот прям impossible Вся инфа о нем показана в виде рисунков и инфографики Смотрите сами, я не буду рисковать А то оно меня залюбит до смерти Объект SCP-1092 Миметичное слово Которое вставляется в текст снова и снова И нельзя описать его иначе, кроме как в стихах А еще Покайся в своих грехах Некоторые объекты по канонам дядюшки Лавкрафта Стараются напугать нас необъяснимым и неведомым Ибо это самое страшное, что может быть вообще Прям как то, что находится в пятилетней банке майонеза Из угла холодоса Так, объект SCP-55 называется Неизвестно Ибо Неизвестно, как зона-19 заполучила его Внешний вид SCP-055 неизвестен Персонал зоны-19 не может вспомнить о его существовании Мне вся эта ситуация напоминает такой вот мем Вот он Временами статьи забилуют негативными эмоциями Крепким, как самогон деда словом Насилием и различными его последствиями Прям как у короля хорроров Стивена Кинга Который любит во всех подробностях показать грязь этого мира Знакомьтесь Родильный червь Прелестное, полупрозрачное, раздутое существо Из которого постоянно что-то сочится А еще оно рожает разных божьих тварей Начиная от рыб и птиц Заканчивая ирландским оленем И человеческими детьми Просто восхитительно Погодите Японский кит? Что? Динозавр? Многие из объектов взаимодействуют друг с дружкой Например, наша любимая, неуязвимая, разумная Человеконенавидящая рептилия SCP-682 Которую пытались выпили с помощью очень многих SCP-объектов И я имею ввиду Очень многих Но не вышло Имба какая-то Еще SCP содержит умиротворяющие Или даже милые объекты Что на удивление даже добавляет криповости Например, SCP-131 Капли-глазики Два миловидно выглядящих создания Которые передвигаются на колесика Идут себя как кошки И привязываются к людям Которые проявляют к ним доброту Только они никогда не моргают И все время наблюдают А еще тут есть откровенно веселые и смешные статьи Как, например, SCP-682G Самый крутой супер-пупер ящур на свете У супер-пупер ящура большие зубы Он поедает доктора Ящур победил Ну тут я думаю все понятно Да, это пародия на неуязвимую рептилию Но в отличие от настоящих В смысле других документов Описание SCP оканчивается какой-либо Супер-пупер захватывающей кульминацией Что буквально заставляет тебя поглощать все больше И больше информации И поверьте, это очень затягивает Я пока собирал этот материал Заметил себя просто залипающим в описаниях SCP Кроме бездушных документов Тут есть и художественные рассказы Например, один из них Повествует о наборе сотрудников класса D Скорее всего D значит disposable Или же одноразовый Ну или D Да ну суй его в клетку с монстрякой Так называемый расходный персонал Который набирается из заключенных Проговоренных к выпиливанию И теперь эти люди занимаются всем тем Что угрожает их здоровью или жизни Да, их толкают в клетки со сепями А еще временами тут происходит ломание четвертой стены Если вы это читаете, то у вас съест шубака Это конечно на уровне типа Не оборачивайся Ну и конечно же не так крипово Как Даша путешественница А те самые знаменитые удаленные данные Или же зачеркнутый текст Стали просто золотой находкой Особенно в самом начале Люди были такие О господи Данные удалены О господи Зачеркнутый текст Мне нужны новые штаны Все объекты сепи разделены на классы Которые можно описать с помощью правила коробки Что это такое? Смотрите Если положить объект в коробку Убрать ее подальше И ничего плохого не случится То этот объект скорее всего безопасный Если положить объект в коробку Убрать ее подальше И нельзя заранее сказать что случится То это вероятно Евклид А если положить объект в коробку Убрать ее подальше И будут катастрофические разрушения Со множеством жертв То это должно быть кетер Если объекты есть в коробке И она может сдержать другой опасный объект То это не иначе Таумиэль Кстати Доступ к объектам этого класса Есть только у высшего руководства фонда ОП-5 Они обладают всей информацией Максимально защищены И их имена засекречены И вообще неизвестно Существуют ли они на самом деле Они прям как рептилоиды Хотя эти точно существуют Помимо объектов На сайте существует куча материалов О самой организации ее работников Все описано до малейших деталей Вплоть до используемого сотрудниками оружия Или же подробного проекта комнат Для содержания человекоподобных объектов У вселенной SCP Есть огромный потенциал По ней выходили и выходят видеоигры SCP Containment Bridge Мультиплеерная SCP Секретная лаборатория Куча игр по отдельным объектам Создаются серьезные настольные игры С миниатюрами и в больших коробках Снимаются видео Мини-сериалы И учитывая, что популярность SCP Только увеличивается Я уверен, что со временем Мы получим еще больше нищечков По этой вселенной Нажми на подписку и колокольчик И все увитомления Спасибо за просмотр Все объекты Квадрескентр подросли на целый метр А какой сейчас длины? Давные удалены!